Жители 28 регионов России из-за байкальевых числе к концу 2016 года заплатят за квартиру, дачу и гараж. Новый налог на имущество физических лиц власти продвигают дипломатично, но не без напора. На одно плечо получи счета за капитальный ремонт, на другое – за жилье. Теперь налог на недвижимость будут рассчитывать не по инвентаризационной стоимости объекта, а по кадастровой, то есть близко к рыночной. Кадастровая стоимость является инструментом для налогообложения. Она должна каким-то образом живо реагировать на колебания рынка. И если мы с вами знаем о том, что оценка проводится не чаще раза в три года и не реже одного раза в пять лет, прекрасно понимаете, что в период нашего кризиса это нереальные зачастую размеры налогов, которые получаются по результатам данной кадастровой стоимости. К примеру, ваша квартира в центре города стоит 10 миллионов рублей. Ставка для Забайкальского края пока божеская – 0,1%. Динамика платежа считается с 20% от кадастровой стоимости и ежегодно нарастает. Значит, в этом году вы заплатите 2000 рублей, а в 2020-м уже 10. Отдельно за дачу, отдельно за землю. Налоговые сборы идут семимильными шагами, а зарплата – со скоростью хромой улитки. Если оценить динамику предшествующих лет, то, полагаю, что, наверное, не будет она успевать индексироваться. И, соответственно, люди, да, определенную нагрузку люди дополнительно понесут. Раскошелиться придется и предпринимателям. На практике, то есть на практике столкнуться с этим бизнесом. Потому что в торгово-промышленную палату часто, да, очень обращаются люди именно с вопросами о снижении, обоспаривании кадастровой стоимости. Потому что люди, когда оплатили, допустим, ну, образно, если взять налог в 300 тысяч в год, да, у них по измененной, по новой кадастровой стоимости пришли в десятки, то есть там и по 3 миллиона налоги. То есть объективно в десятки, там в 5-10 раз выше стоимость налога. Любые налоговые сборы направлены на пополнение федерального и региональных бюджетов. В нашей стране стремятся обустроить налоговую систему по образу и подобию Запада. Стандарты хотим европейские при российском уровне жизни. Если я правильно понимаю, то этот налог будет рассчитываться из кадастровой стоимости, рыночной стоимости, недвижимости. Но на сегодняшний момент, вот если посмотреть рынок жилья, то очень много квартир, имущества недвижимого. Это то имущество, которое было приобретено еще, наверное, в советский период. Либо это были по низким ценам, либо вообще по дарственному государству. Государственные оценщики определяют стоимость недвижимости на свой лад. Ее можно будет оспорить. Обратиться в комиссию при Росреестре Забайкальского края. Снизить ее допустимо максимум до 30%. А иначе добро пожаловать в суд. Наталья Оршинская, Анна Кулигина, Николай Шунков, Максим Лобачев, ЗАПТ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова